друзья всем привет сегодня пятница 28 августа 2020 года и мы подводим итоги завершающейся торговой недели так сегодня у нас по итогам торговой сессии были отработаны часовые уровни по торговому плану по 8 акциям это тгк-1 гмк нор никель x5 ритейл групп транс нефть привилегированная детский мир московская биржа сургут нефтегаз привилегированная и север сталь давайте по порядку пройдемся по данным изменениям из посмотрим какие уровни остаются по данным акциям на понедельник на 31 августа 2020 года и сделаем сегодняшний обзор на понедельник выходные я подготовлю общий обзор по всем акциям их у нас 56 по торговому плану по 56 акциям на неделю я подготовлю обзор выходные вероятнее всего это будет воскресенье посмотрим но точно выходные я опубликую получается обзор на неделю по всем акциям и так давайте приступим к нашим сегодняшним изменениям и посмотрим что у нас произошло акция тгк-1 сегодня был отработан часовой уровень 01001 1610 и мы видим что на текущий момент у нас остается не отработанный уровень часовой в границах восходящего дневного канала это 001 1524 и в целом картина смотрится следующим образом то есть вот этот уровень он лежит конкретно на нижней трендовой линии восходящего дневного канала поэтому выкупать этот уровень кому интересна эта бумага на долгосрок нужно обязательно поскольку уже ближайшее время я считаю что акция продолжит восходящее движение сейчас же бумага торгуется в зоне перья проданности соответственно все часовые уровни которые нам дают нужно подбирать но не превышая риски по инвестиционной системе которую мы публикуем ежедневно на канале telegram а также на канале youtube кроме ближайшего уровня который актуален для покупок 001 1524 ниже также имеется часовой уровень 00109 92 его также на на карандаш нужно поставить потому что они находятся друг от друга недалеко и в любом случае эти уровни могут быть отработаны в один и тот же день соответственно заявки нужно выставлять на вот эти ближайшие уровни за боговременно далее у нас если мы отбиваемся от нижней трендовой линии по данной бумаге то у нас на пути к целям имеется сопротивление которое до сих пор не протестировано это сопротивление находится на отметке 0 0 1 38 46 и пока не будет теста данного сопротивления говорить о словами нисходящего среднесрочного движения которое было сформировано в марте после вот этого кризисного падения пока это среднесрочное движение оно не сломлено поэтому ждем теста сопротивления 0 0 1 38 46 и только потом можно будет говорить о том что мы ближайшее время увидим первую цель это среднюю линию канала 0 0 1 65 примерно это средняя первая цель и далее уже если мы закрепим закрепимся выше средняя линия канала то соответственно вторая цель ближайшая это верхняя трендовая линия которая находится в районе 0 0 2 далее также у нас сегодня изменения произошли по акциям гмк нор никель сегодня был отработан часовой уровень 19 398 и на текущем момент у нас в границах восходящего дневного канала остается один не отработанный часовой уровень это 18 074 и далее уже идет ближайший дневной уровень покупок 17 346 сегодня цена мы видим закрепилась ниже горизонтальная линия нижней горизонтальной линии восходящего дневного конверта и сегодня у нас сформировано новое сопротивление которое находится на отметке двадцать одна тысяча сто тридцать шесть давайте сразу внесем изменения на график двадцать одна тысяча сто тридцать шесть соответственно учитывая что мы сейчас торгуемся у нижней трендовой линии если даже будут протестированы вот эти два ближайших уровня это часовой 18 074 и дневной 17 тысяч триста сорок шесть у нас потенциально сейчас имеется перспектива что мы начнем тестировать сопротивление вот это новое двадцать один сто тридцать шесть двадцать одна тысяча сто тридцать шесть после пробоя которого цена может устремиться уже в направлении восходящих восходящего движения то есть к средней линии первая цель это ориентировочно двадцать три тысячи двести и далее уже если закрепимся выше средней линии то следующая цель это двадцать восемь тысячи которая находится у верхней трендовой линии восходящего дневного канала бумага по сути находится потенциально в хорошем получается по ней потенциально положительная перспектива для направления наверх поскольку как я уже отметил мы находимся у нижних границ у нижней трендовой линии восходящего канала поэтому в ближайшее время я думаю уже будет отскок вот этой нижней трендовой линии и мы продолжим восходящее движение в направлении ранее отмеченных целей далее x5 retail group также сегодня у нас был тест часового уровня 2750 и на текущий момент мы видим что бумага она отбилась от верхней трендовой линии восходящего дневного канала и начинается техническая коррекция по данной бумаге после достаточно продолжительного движения начиная с марта акция росла и сейчас вот это неизбежная уже техническая коррекция которую очень долго ждали она в принципе уже начинается на мой взгляд ранее уже я отмечал что цена находилась в зоне перри по перекупленности соответственно это коррекция она ожидаемая и с учетом сегодняшнего уровня у нас в границах восходящего канала остается три неотработанных часовых уровня это 2577 ниже идет 2221 далее 2051 и рядом с ним находится дневной уровень покупок 2030 36 хотелось бы напомнить что часовые уровни суммарно у нас покупки не должны превышать 25 процентов от планируемого объема позиция и на дневных и недельных уровнях в случае их теста покупаем по 20 процентов от планируемого объема позиции по конкретному эмитенту которые вы набираете в свой портфель далее транснефть привилегированная сегодня также мы видим что был протестирован часовой уровень который находится на отметке 140 тысяч далее у нас открывается перспектива теста нижних часовых уровней ближайших которые ранее не были отработаны это сто тридцать тысяч восемьсот пятьдесят и сто двадцать девять тысяч оба уровня вот этих часовых находятся в границах восходящего дневного канала нижней трендовой линии данного канала соответственно в случае теста этих часа ведь часовиков для тех кто планирует эту бумагу для набора в долгосрок то вот эти часовые уровни желательно тоже выкупать для того чтобы обеспечить хорошую среднюю цену покупки по данной бумаге в свой инвестиционный портфель на данный момент ждем если у нас продолжится коррекционное движение и мы закрепимся ниже вот этой горизонтальной линии восходящего конверта то также как и по акции гмк норникель мы увидим формирование нового сопротивления которое будет находиться в районе сто сорок восемь тысяч триста пятьдесят но пока этот паттерн не сформирован говорить об этом рановато но по факту я об этом сообщу на сегодня у нас получается что два ближайших часовых уровня они актуальны для покупки это сто двадцать девять тысяч и сто тридцать тысяч восемьсот пятьдесят следующая акция нашего обзора это детский мир сегодня по указанной акции произошли существенные изменения поскольку было протестировано два часовых уровня это сто девятнадцать 70 и сто восемнадцать двадцать восемь следующие цели которые открываются по данной бумаге это часовые уровни сто шестнадцать девяносто четыре сто двенадцать семьдесят шесть это ближайшие два часовых уровня которые могут быть протестированы на вот этой коррекции по данной бумаге в целом мы находимся по детскому миру восходящим тренде на текущий момент мы в марте отбились от нижней трендовой линии и сейчас она уже закрепилась выше средней линии данного канала соответственно у нас уже ближайшее время я думаю мы после вот этого лака после вот этой локальной коррекции мы продолжим восходящее движение в направлении верхней трендовой линии который находится на на отметке но ориентировочно 139 140 поэтому ждем смотрим уже ближайшее время я думаю вот эту коррекцию мы не сильно глубоко увидим после завершения этой коррекции мы продолжим восходящее движение и те кто ранее уже успел набрать эту позицию просто удерживаем те кто только начинает присматриваться к этой бумаге то нужно выкупать все вот эти часовые уровни которые сейчас будет давать наша система то есть на тесте этих уровней нужно будет выкупать но не превышая риски а именно часовые уровни 25 процентов суммарно от планируемого объема позиции поддержка по данной бумаге пока находится на отметке 70 52 это дневной и недельный уровень покупок в случае если мы приблизимся к верхней трендовой линии то там уже будут сформированы новые с новая поддержка ну примерно пока это будет 82 96 ну и далее после коррекции там будут выше уже где-то у средней линии канала сформированы новые поддержки а именно дневные уровни которые мы будем забирать на следующей коррекции по данной бумаге то есть сейчас кто не успел набрать нормальную позицию внизу то есть у нижней трендовой линии нужно все-таки я думаю дождаться теста верхней трендовой линии и после после этого уже ждем коррекцию и будем покупать только в случае когда мы приблизимся к нижнему к нижним границам вот этого восходящего канала ждем смотрим пока говорить о каких-то там серьезных покупках на большие объемы по данной бумаги я бы не стал то есть просто купили внизу держим если даже не набрали нужный объем торопиться с покупками по данной бумаги я думаю пока не стоит далее московская биржа акция московская биржа сегодня мы наблюдали тест часового уровня 139 50 и на текущий момент у нас остаются не отработанными ближайшие часовые уровни которые находятся на отметке 128 61 124 60 123 99 и 121 30 получается что эти уровни протестировать вполне вероятно потому что мы сейчас находимся в зоне перри купленности по данной бумаги поскольку находимся у верхней трендовой линии восходящего дневного канала не так давно то есть в начале августа а именно 6 августа мы отбились от верхней трендовой линии после проторговки идет коррекционное движение вниз поэтому я думаю это коррекционное движение должно продолжиться и соответственно мы можем увидеть тест вот этих уровней поскольку они находятся в районе средней линии восходящего дневного канала и тест этих целей примерно он вполне себе вероятен поддержка по данной бумаги у нас дневная находится на отметке 116 36 поэтому если вдруг получится так что будет протестирован и этот уровень то на тесте дневной поддержки покупаем 20 процентов от планируемого объема позиции если ваша средняя цена покупки находится выше данного уровня если вы покупали ниже то просто удерживаем и ждем более комфортных и хороших цен которые не будут ухудшать среднюю цену покупок по нашим бумагам далее сегодня мы также наблюдали тест часового уровня по акциям сургут нефтегаз привилегированная так акция сургут нефтегаз привилегированная мы сегодня протестировали 37 24 часовой уровень и на данный момент у нас имеются не отработанные актуальные для покупок часовые уровни это 36 245 и 35 77 далее уже идет дневная поддержка на отметке 33 865 на которой следует покупать 20 процентов от планируемого объема позиции как я ранее уже отмечал в отличие от обыкновенных акций сургут нефтегаз у нас привилегированные акции находятся в зоне перекупленности поскольку отбиваются от верхней трендовой линии нисходящего дневного канала поэтому торопиться с набором позиции тем кто покупал эту бумагу ранее я думаю не стоит мы еще можем увидеть и тест дневных уровней а те же кто только начинают набирать эту позицию по привилегированным акциям на часовых уровнях я рекомендую покупать не более 25 процентов вот планируемого объема позиция и последняя акция в нашем обзоре сегодняшнем вечернем это северсталь мы сегодня протестировали часовой уровень 946 20 бумага как я уже ранее отмечал находится в зоне перекупленности поскольку отбились от верхней трендовой линии и сейчас по данной бумаге намечается техническая коррекция которая может быть достаточно глубокой по металлургом я уже говорил что в целом мы можем пойти в такое как бы в такую фазу рынка по данным по данной отрасли войти где будет просто проторговка в широком диапазоне то есть вот сейчас если мы даже отбиваемся от верхней трендовой линии то нижняя трендовая линия данного канала она находится в районе 700 поэтому очень высокая вероятность что мы можем протестировать поддержку среднесрочного восходящего тренда это восемьсот сорок шестьдесят мы также можем протестировать и нижние дневные уровни восемьсот восемнадцать сорок и недельный семьсот шестьдесят два поэтому кто покупал ранее просто держим и ждем тестов более нижних уровней которые позволят улучшить нашу точку входа среднюю цену покупок а те кто начинают набирать эту бумагу только что часовые уровни покупайте не превышает 25 процентов для того чтобы не превысить риски в случае если действительно мы увидим более нижние уровни по данной бумаге но пока у меня вот складывается впечатление что мы уйдем в широкий диапазон и в ближайший год там ну какое-то время мы будем торговаться именно в широком диапазоне не обновляя пока хаи по данным бумагам то есть это и на мк магнитогорский металлургический комбинат северсталь но давайте по всем этим бумагам мы выходные посмотрим уже более внимательно еще раз посмотрим какая была динамика на этой неделе по ним посмотрим какие актуальные уровни будут у нас на неделю и соответственно начало сентября 2020 года пройдемся обновим все наши мысли по ним визуально посмотрим что там происходит на графике ну и соответственно запланируем следующую торговую неделю которая может быть достаточно сложная в плане того что мы видим завершение окончания торгового месяца это август и начало нового торгового месяца в сентябре то есть получается там у нас и квартал заканчивается у нас по фьючерсом будут будет экспирация насколько я помню в середине сентября поэтому месяц будет достаточно интересный в плане направления и динамики по всем бумагам то есть если будут экспирации то соответственно там будут откаты более глубокие коррекционное движение для того чтобы крупные игроки закладывались в новые активы в новые получается инструменты в новые контракты по фьючерсом а также соответственно это будет влиять по-любому и на сами бумаги поскольку многие крупные игроки они хеджируют свою позицию покупая опционы фьючерсы на срочном рынке соответственно если они будут перекладываться соответственно это повлияет и на динамику по базовому активу а именно по акции поэтому смотрим более внимательно следим за своими заявками забуговременно выставляем те заявки которые интересны вам для набора и покупки уровня те которые интересны соответственно в начале месяца нужно будет еще раз перепроверить все свои уровни заявки для того чтобы на коррекционных движениях успеть собрать те уровни которые вы долго ждали и соответственно я тоже долго ждал на этом все с наступающими выходными всем хорошего отдыха на выходные ждите обзор на неделю по всем бумагам а их у нас 56 всем успехов удачи в инвестициях и до новых встреч любых стихах и до новых встреч наступающих встреч в этом году Продолжение следует...